Западные регионы России подверглись массированной атаке украинских дронов. Большинство из них были сбиты, однако некоторым удалось нанести повреждения самым разным объектам на территории нашей страны. Между тем, как показывает опыт, в противодействии угрозе с воздуха наиболее эффективен комплексный подход. В зоне СВО это отлично знают, рассказывает наш корреспондент, побывавший на передовой. Любой зенитно-ракетный дивизион имеет разнообразную номенклатуру вооружения. Например, ПЗРК «Игла», который успешно применяется по самым разным целям. Он предназначен для поражения воздушных целей беспилотников, вертолетов, низколетящих. Удавалось поразить какие-то цели? Удавалось. Какие были цели? Ну, это были в частности беспилотники, крупногабаритные ударные беспилотники. Не менее эффективна при стрельбе по тем же беспилотникам и сдвоенная автоматическая установка ЗУ-23. В войсках ее называют «рогатка». В минуту она выпускает по цели до 2000 патронов калибром 23 мм. Кстати, не менее важно организовать оборону и на земле от вражеских диверсантов. Поэтому расположение батареи тщательно окружается системой растяжек из мин и сигнальных устройств. Диверсионная разведывательная группа, как правило, очень хорошо подготавливает. Я, допустим, сам проходил такую подготовку. Можно абсолютно незаметно и скрытно подобраться и всех тупо перерезать. Кстати, смекалку ракетчики проявляют и в отношении защиты своей техники. Например, вот этот ЗРК ОСА обвешали, в прямом смысле слова, всем, что попалось под руку. Например, траками от легкого тягача транспортера МТЛБ. Зенитный ракетный комплекс вообще не бронированная машина, а все-таки защищаться надо. Поэтому здесь импровизированная броня. Такой, знаете, способ, на самом деле, применялась еще в Великой Отечественной войне нашими дедами, когда навешивали дополнительную броню. И здесь тоже, видимо, какая-никакая все-таки защита от осколков. Луганщина край шахтерский, поэтому для бронирования применяют и элементы горнятского оборудования. Транспортировочная лента, которая используется в шахтах для подъема руды непосредственно у оля на поверхность, она защищает от незначительного количества осколков. То есть, если будет большой осколок, она, конечно, не защитит, но инерционную силу его задержит. Кстати, одним из плюсов нашей техники является относительная простота обучения работы на ней. Рассказывала нам с Ольгой Левитиной этот ракетчик, начинавший воевать с украинскими националистами еще в 2014 году. У нас отучили две недели, мне показали, как ее запускать и как брать на захват. Одной из первых моих целей вообще на этом комплексе, это был 15-й год, как раз Дебальцевская компания. Первая цель, которая в жизни сбила, это был вертолет Ми-8. 12 человек на борту в район Станично-Луганска. Ну а в ходе нынешней СВО только на счету этой батареи уже 60 сбитых целей. Среди слагаемых успеха не только грамотное применение техники, но и умелая маскировка. Например, вот этот ЗРК-стрела и не обнаружишь, пока он сам не выйдет из засады. Кстати, по натовской классификации этот комплекс называется «Гофер» — «Суслик». То есть тот самый случай, когда противник, безуспешно пытаясь обнаружить нашу технику, может с досадой сказать знаменитое. Ты суслика видишь? Вот и я не вижу. А он есть. А он здесь, а он здесь работал... Продолжение следует...